Можно осторожно? Да Халис, Халис, вот ты уже молодец, да. По рукам, по локтям, да, здесь. Тяжело тебе, да, через его левую руку прорваться? И не надо. Не прорывайся через его левую руку, тем более вот таким образом. Ну, Халис, ты вот так встал. Ну поставь немножко переднее плечо вперёд. Развернись боком. Ты стоишь на ногах боевой стойки, а корпус поставь вот так, всё. Ты сам себя вот под молотки, а левую руку держи. Само себе положение некорректное. Во! Стоп! Сейчас доходчиво, удобнее стало. И вторая ситуация. Оу! Не держи так руку. Она должна работать. А так тебе приходится... Ты выкидывай. Чуть согни локоть. Нельзя прямую руку держать. Вот, молодцы. Ну, Саня, передней ручкой работаем. Да-да, Катя, то же самое. Молодец! Сигнал ногам. Не старайтесь рукой достать. Валитесь! Поднять руки, поднять, поднимите! На ногах, пожалуйста! Время! Ребят, вот ещё раз, ребят, ещё раз маленькая ремарка. У тебя получилось несколько раз. Несколько раз получилось тебе на что? Ногами сделать движение, да? Да. Да. И вот здесь, понимаешь, что дело? Стоя на месте, на полной стопе... Всех касаясь, стоя на месте, на полной стопе, вы никогда не успеете за противником, партнёром, мимо идущим человеком, которого уже движение есть. Понимаешь? Ты уже стоишь. А тем более, если ты выпрямил руку, ты вообще стационар, как семафор международный. Вот вы сейчас уже молодцы были, хорошо. По рукам передняя рука, по локтям по рукам. Но если ты постоянно в одном и том же темпо-ритме, по рукам по локтям, то что? То он привык, ему спокойно, ему тоже комфортно всё. Тогда что? Ускорение. Тан-тан-тан. Резко. Рез, Дезалеко. Тан-тан-тан! Всё понятно? Поменялись? Пожали руки, у вас вольный бой начинается. Но передней руки много. Так.